11 раз с начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям вооруженных сил украины на донбассе тяжелое оружие не применяли как рассказали в министерстве обороны в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал в наших позициях в районах населенных пунктов крымская павлополь новозвановка новолуганская маренко водяное лебединская и широкина огонь велся из вооружения боевых машин пехоты стрелкового оружия и гранатометов за минувшие сутки на донбассе зафиксировано 30 обстрелов пять раз из вооружения запрещенного минскими соглашениями в частности из реактивных систем залпового огня град и тяжелых минометов боевики обстреляли украинские позиции в районе светлодарска под минометным огнем также оказались защитники крымского луганского и новгородского на других рубежах террористы использовали гранатометы крупнокалиберные пулеметы и по некоторым позициям стреляли из бмп потерь в рядах украинских военных за минувшие сутки нет украинские военнослужащие сбили над донбассом беспилотный летательный аппарат российского производства как сообщили в минобороны украины беспилотник оборудован камерой с 12 объективами для съемки оптико-электронная система стоимостью около 100 тысяч долларов производства российской компании которая находится под санкциями сша и работает совместно с заводом производителем беспилотников орлан система предназначена для панорамной аэрофото и видеосъемки с передачи информации на пункт управления в реальном времени это доказывает причастность российской федерации к поставке вооружения на донбасс в интересах действий оккупационных войск против украинской армии таким образом россия продолжает проводить исследовательскую работу по оценке реальных возможностей своих новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории украины три года и три месяца лишения свободы таков приговор гражданки украины из крыма елене одновол вынес подольский расют киева руководительницу крымского отделения российского движения волонтеры победы и участницу сбора подписей в поддержку кандидата путина на выборах президента россии признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украины поскольку одновол признала свою вину и сотрудничала со следствием суд освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на три года она уже вышла из херсонского сизо сообщает интерфакс украина одновол задержали с украинским паспортом 23 апреля на контрольном пункте выезда чангар сенат сша принял резолюцию в поддержку свободы прессы документ подчеркивает жизненно важную и незаменимую роль таких сми и осуждает нападки на них как сообщает голос америки голосование за резолюцию стало ответом на акцию в сша в ходе которой около 350 американских изданий выступили в защиту свободной прессы и против частой критики со стороны президента трампа он регулярно обвиняет журналистов распространению фейковых новостей и называет их врагами народа сам трамп накануне написал в твиттере что ничего не хотел бы для сша больше чем настоящую свободу прессы 73 день независимости отмечает индонезия возле президентского дворца прошел военный парад а над участниками пролетели несколько эскадриль и истребителей f16 национальных вооруженных сил также состоялась церемония поднятия флага гости были одеты в традиционные народные костюмы таков был дресс-код события его также соблюли президент страны джока видода с женой в празднование приняли участие представители парламента и члены кабинета иностранные послы военные общественные лидера а также люди которые добились успехов в своем деле леся цуренко пробилась в четверть финал теннисного турнира в американском цинциннате украинка в матче 1 8 финала менее чем за два часа в двух сетах обыграла 49-ую ракетку мира россиянку екатерину макарову 76 62 в четверть финале цуренко сыграет с победительницей встречи эшли барти симона халеб до этого украинке только раз удавалось пройти в четверть финал на турнирах серии wta в 2015 году она дошла до этой стадии на турнире в торонто луганская заря вышла в решающую стадию плей-офф лиги европы накануне в ответ на матче третьего квалификационного раунда подопечный юрия верни дуба сыграли на выезде в результативную ничью с португальской брагой 2-2 благодаря большему количеству голов забитых на чужом поле заря прошла в заключительную стадию отборочных соревнований в составе луганчан отличились рафаэл ратау и александр караваев в первом матче команды сыграли в ничью 1-1 в следующем раунде заря сыграет с немецким лейпцигом 23 августа матч пройдет на славутич арене в запорожье поскольку родной луганск оккупирован российскими войсками ответный поединок состоится 30 августа в германии молодежный симфонический оркестр украины сорвал овации в берлине на сцене берлинского драматического театра музыканты исполнили симфонию номер 7 людвига ван бетховена и украинскую поэму для скрипки с оркестром станковича играли под руководством оксаны лыниф главного дирижера оперы и филармонического оркестра австрийского города градс она стала первой женщиной дирижировавшей в этом берлинском драм-театре музыканты выступили в рамках фестиваля молодежных оркестров young europe classic в этом году он проходит в берлине с 3 по 20 августа для тех кто не попал в концертный зал украинские музыканты сыграли несколько мелодий на ступеньках перед театром пусть музыка всегда звучит в ваших сердцах а я напомню что больше актуальной информации вы найдете на наших страницах в соцсетях а также на сайте телеканала ей tv точка ей на этом у нас пока все но буквально через пару часов новый свежий выпуск новостей поэтому не переключайте всего вам доброго и до встречи а